ПЕСНЯ 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 Согласитесь, подобных праздников мы не видели. Все было как-то заорганизовано. Да, мы не без удовольствия ходили в колоннах демонстрантов и дружно откликались на призывы. Сейчас возникает общение иного рода. Создается впечатление, что выплеснулись долго сдерживаемые чувства. Люди вновь почувствовали себя причастными к проблемам общества, государства, народа. Каждый стал перед выбором или остаться сторонним наблюдателем, или быть действующим лицом, гражданином или просто жителем. Сейчас нужно работать. Хорошо работать всем. Хорошо работать всем. Воспитывать своих детей так, чтобы у них не было потребности пойти и выпить где-то посидеть в кафе, выпить, а заниматься делом. Читать книги, ходить в клубы интересные. И вот так вот воспитывать детей. Воспитывать своих детей. А в конце концов тоже заниматься своим детям. Вот эта атмосфера, которая создана сейчас здесь у нас в стране, это вот характеризует ту эпоху, то время, в котором мы живем. Время, которое позволяет обсуждать вот на площади, или если говорить, как в старину на Руси говорили, соборно, собором народным, обсуждать животрепещущие, живые, больные для всех проблемы. И это прекрасно. Группа молодых людей из Перми. Бросив свои обжитые квартиры, приехала сюда, чтобы создать коммуну. Что они понимали под этим? На деле осуществить идеи перестройки. Жить, работать, воспитывать детей в духе идеалов коммунизма. Порыв этот встретил поддержку обкома комсомола. О нем писали газеты. И оказалось, что само слово коммуна, способное сегодня собрать вместе многих. Поехали сюда люди со всех концов страны. Посмотреть, разузнать, приобщиться. А может быть и остаться. Почему именно эта отжившая идея сколыхнула столько людей? И они сюда едут и едут. Я буду сказать, что это не отжившая идея. Это новая идея, в общем-то. Она старая идея, но по-новому поставлена. Вот именно в этом плане. И может вот как раз этот путь, действительно этот путь, приведет к тому, что мы не будем говорить. Мы пойдем к коммунизму, не будем говорить. Может быть действительно... Почему не будем говорить? Нам еще рано, рано об этом говорить еще пока. Почему рано? Вот в этом вся ошибка, Алексей. Что мы имеем? Передовой колхоз, миллионер. Живут все в достатке. Дом полная чаша, а в душе пусто. То есть материальный достаток, изобилие материально полное. Превысило. Нет совершенно вот того, ради чего создавался этот материальный достаток. То есть нет самого главного, чем жив человек. Я считаю, что ничем, не ради чего, а как, каким образом он материальный достаток создавался. Да, каким образом. Вот именно, каким образом, то есть, каким образом шел человек к этому достатку. Понятно, что они пытаются осуществить социальный эксперимент Но их коммуну зарегистрировали как кооператив А как можно вообще зарегистрировать коммуну? Бывало, что увлекшись какой-нибудь замечательной идеей Мы не обращали внимания на ее экономическую целесообразность Сейчас наоборот, прежде всего мы начинаем считать И вот оказалось, что коммуна-кооператив должна жить только по законам кооператива Где главная прибыль, рентабельность, четкая экономическая программа, план Имеем ли мы право на какую-то территорию, где можем жить? Имеем, теоретически имеем Но нужно подкрепить это практически, то есть как-то документально Вот до сих пор этот вопрос не решен в верхах То есть не решен в нашем областполкоме То, о чем вы говорите, чтобы вам передали землю в безвозмездное пользование 30 гектаров, правильно? Да Значит, имеет право получить землю только колхоз И никто Совхоз, кстати, совхоз Вот земли совхоза, это государственная земля Ну, государство должно знать сегодня, что оно получит от этого колхоза А разве это не главная задача, что государство... Это и наша задача Алексей, ведь речь заходит о чем? Главное, мы ставим социальный эксперимент Разве это не сверхзадача, которая сегодня нужна? Пусть микроэксперимент, который ни в коем случае не подорвет экономику государства Моей бы ноги здесь в обычном кооперативе вообще бы не было Потому что кооперативов сейчас, как нерезанных, создается везде И у нас в городе Зачем мне ехать куда-то, когда у меня дома все условия Для создания обычного кооператива? Для создания обычного кооператива, даже вот на базе своего дома Здесь меня привлекает как раз именно вот коллективный труд, вот эта идея коммунной Я очень возмущен таким отношением к такому... Выкинуть такую идею, а потом... Ну, газета! Общественность или кто? Дело в том, что мы говорим о том, что кооператив утверждался на респолкоме, а не коммуна Понимаете, в чем дело? У местных свои сомнения И они достаточно серьезны Земля ничего не прощает С ней надо очень осторожно работать Приехали люди, не знающие землю И им надо ее отдать в пользование Хотя бы это, вот эта причина, нельзя давать Они говорят, им надо охота работать с землей Да пожалуйста, бог ты мой Кто им это возражает против этого? Они бы вон пришли к Соколову и сказали Владимир Васильевич, дайте нам в аренду 10, 15, 20 гектаров И помогите, научите нас работать с землей Чтобы мы с этой земли получали для себя, но мы на ней учились Они бы там показали, что они могут работать Тогда бы они могли прийти и сказать Мы умеем работать с землей Умеем Дайте нам землю Тогда можно ставить вопрос по земле А сейчас так просто прийти и отдать им землю На ней столько крови и пота пролито на этой земле Ну а почему так обособиться? Вот обособиться именно Что вот мы, и мы что-то сделаем Это ведь недостаточно, что мы что-то сделаем Вы уже начали делать Вы ведь уже живете, вы ведь уже есть Вы на этой земле, вы среди этих людей Так я говорю, вот обижаются, что кто-то там что-то про них нехорошо сказал Оскорбил, бог ты мой, но ведь хамья хватает везде И даже среди них, может быть, ну не конкретно их От чего-то же они уходят, что-то же их не устраивает, правда? Ну и называть себя коммунаром просто Быть коммунаром трудно Комунар для меня, вот лично это слово, очень высокое У всех, и у свецсовета, и у коммуны своя правота Для нас же важно другое Забурлил этот тихий край Никто не хочет жить по-старому Ищут решение Действуют Не это ли признаки перестройки? Надежда, мой компас земной А удача как радость и смелость А песни домой на одной Чтоб только о доме не пелось Надежда, мой компас земной А удача как радость и смелость А песни домой на одной Чтоб только о доме не пелось Мы до сих пор, я считаю, бессильно Изменить даже самые незначительные элементы Своей жизни Даже изменить что-либо в собственной квартире Мы не можем, потому что Жек не разрешит ломать стену И он же не разрешит застеклить свой балкон Мы не хозяева Даже в стиле одежды Потому что до недавнего времени Милиция останавливала на улицах тех, кто одет не так, как нужно Она останавливала тех, у кого волосы были сверхопределенной длины И возникает ощущение, что ты не властен вообще ни над чем Даже над собственными детьми Потому что ты не можешь выбрать школьную программу По которой они будут учиться Ибо выбора нет, программа одна Ты не можешь выбрать врача И предпочесть хорошего, плохому Потому что за пределами узенького круга коммерческих платных поликлиник нет выбора И вот выясняется, что при определенном уровне зрелости общества Отсутствие выбора просто нетерпимо Убедительны ли эти утверждения? Примета сегодняшнего дня Как раз широкий выбор во всех сферах деятельности И кооперативы И семейные подряды И индивидуальный труд Будущие реформы в образовании И здравоохранении Проблемы, с которыми мы сейчас столкнулись Настолько глубоки и настолько остры Что даже если самая выдающаяся личность Попытается их решать в одиночку Она их не решит И сегодня необходима и выдающаяся личность И самая широкая активность снизу Активность каждого или почти каждого гражданина Не следует забывать, что все, кто сейчас делает перестройку Это все люди Выросшие в рамках, ну, как мы условно называем Застойного периода И мы все, видимо, несем какую-то часть Всех вот тех Дел каждый в себе Мы не можем это дело сегодня сказать Что вот я был до перестройки А сегодня я совершенно новый И никакого следа Те застойные явления Личного мне в ком-то другом Не оставили Эта психология срабатывает и у руководителей Все это надо учитывать и помнить об этом И люди себя во многом ломают Перестраиваются У всех получается одинаково Естественно, не у всех Раньше на нас партийных работников Работал авторитет партийного органа Который мы представляли Ну и, разумеется, самой коммунистической партии Мы становились Занимали определенную должность Значит, уверенно руководили Изрекали истины Как говорится, в высшей инстанции И они воспринимались Как в большинстве своем Просто-напросто неоспоримые Сейчас обстановка резко изменилась И она на нас уже Вот новая ситуация Возлагает значительно большую ответственность Мы должны выходить к людям Уже с программами А не с простыми какими-то заверениями По-иному мы относимся теперь К выбору тех, кому доверяем власть Владимиру Васильевичу Козарезову И как депутату И как первому секретарю горкома партии Приходится больше слушать Разговор идет о наболевшем Жилье, продовольствии Здравоохранения Сегодня, когда главным становится человек Его жизнь Заботы, радости и надежды Все это воспринимается особенно остро Нерешенные проблемы Сами по себе не исчезают С годами они становятся лишь острее И сложнее для решений Произошла девальвация Обещаний, заверений И несостоятельных обязательств Время выдвинуло жесткую формулу Без дела Без решения конкретных задач Нет перестройки Начинается задача Чтобы даже более того Закуп вести в селах А для чего наш магазин? Для чего мы их строим? Ну, ну, для чего Пока недостаточно Чтобы там продавцы стояли Продавали Пока недостаточно, понимаете? 6, 7 и 8 ноября Не было воды И я решил узнать Все-таки Кто же в районе Может кто-то дать команду Потому что Когда не звонить Никто ничего не отвечает По телефону Я решил позвонить В райисполком Отвечает дежурная Говорит, вы что звоните Праздник у нас никого нет Я позвонил в райком партии Так же сидит Женщина дежурная Отвечает Говорит, у нас никого нет Кто? Значит, у меня сложилось мнение Что, значит, выходные Такие дни У нас никто ничем не руководит Нет человека В районе К которому можно обратиться Чтобы он принял Какие-то свои Как говорится Начальщик голосом Дал какую-то команду Чтобы кто-то поехал И что-то устранил Горбольница уже в каком году построена И до сих пор все эти помещения Сегодня нас, можно сказать, они плача Но выписывали Нас еще нужно было лечить Столько за сегодняшнюю ночь поступило больных Что весь коридор был сплошь И не только что Там, где нам уколы ставили Эту кушетку Вынесли И делали То есть положили больного Все одеяло поснимали Где что можно было найти Это адские условия для работы медперсонала И у меня лично просьба Товарищи Как-то нужно туда Выделить бюджет В конце концов Изыскать его Но нужно дать Чтобы люди могли работать полноценно Ведь туда приходит человек Порой Три дня его недолечат И потом он годами Остается инвалидом Так, как со мной случилось Я уверен, что войны не будет А вот каждый день мы умираем От других Не пуль А от микробов От закупоренных сосудов От разваливающихся клеток Почему бы нам, так сказать Эту продукцию Которая бы, так сказать Нас защитила Она должна быть Значительно легче Убить человека Чем спасти Почему же на убийство, так сказать Или на защиту Мы направляем деньги А на спасение Реальное спасение Каждый день в Советском Союзе Проводится 35 тысяч операций Это 35 тысяч боев И они должны быть проведены На уровне применения Самых совершенного Медицинского оружия Иголок Специальных приборов Алмазных ножей И так далее, и так далее А у нас их нет И врачи иногда Приезжая к нам на обучение Потом уезжают И говорят Ну что ж, посмотрели А дальше ничего Двинуться не можем Потому что администраторы Не имеют тоже Возможности закупить это Даже имея деньги Поэтому реконструкция Нашего здравоохранения Это назревший вопрос Мы должны находить Все методы Административные Управленческие Какие угодно Для того, чтобы Сделать свой народ Счастливым Свободным Гармоничным Это цель Нашего коммунизма Мы народ согласен Все заплатить По пятерке По десятке Только хотя бы нам Народу Выстроили больницу Вот посмотрите Какие старики лежат Условия ужасные Питание хорошее Персонал прекрасный Врачи Молодые Даже любят на них посмотреть Но как сюда Войти в палату Это страшный ужас Это непостижимо Давайте мы будем платить деньги Заплатим Чтобы только нам Выстроили хорошую больницу Хотя бы мы душой Здесь полежали Вот не надо лежать Но я прошусь выписаться Я не могу лежать Потому что и воздух тяжелый И вся обстановка ужасная Очень просим вас Пусть мы соберем деньги Мало кто бывает Вот в таких Ну местах Отдаленных Скажем от центра Сидя значит На четвертом Пятом этаже Заполированными столами Они не знают Наши проблемы Деревенские Что тут так тяжело И поэтому говорят Да зачем вам эта больница Да что нельзя Что ли так перебиться Вот отсюда Всего-то идет А если когда бы Они помучились Когда бы они Так сказать Не в городскую шли А вот сюда бы Посылали их лечиться И вот в этих Примитивных условиях Тогда бы конечно Каждый человек вникал Каждый человек знал Что да действительно Нам не только надо Город поднимать Нам надо и деревню Как много лет тому назад Было сказано Что деревню Так сказать Сростить с городом Вот тогда бы Эти вопросы решались А ведь мы Порой не можем доказать Начинаешь доказывать И какой-то один-два человека Которые совсем далеки-далеки-далеки От этой работы Они говорят Нет Мы вам ничего не будем делать Мы не будем открывать финансирование Мы же ведь Только 8 месяцев бились Для того чтобы Так сказать Вообще начать эту стройку 8 месяцев убили начать Начали ее Теперь 8 месяцев убьемся Чтобы открыть финансирование А потом наверное Будем всю Всю эту стройку Биться Когда же нам будут По графику Потом у которой есть По строительному идти Нам материалы Ну А как же мы говорим сейчас Что нужно рисковать Нужно перестраиваться Нужно значит Так сказать Вводить новое Так я считаю Что мы можем Проговорить еще Пятилетку А то можете две И ни к чему не прийти Но все эти сложности И с материалами И с финансированием Не остановят Виктора Ивановича Смолина Больница строится И будет построена Принятое постановление О коренной перестройке Здравоохранения Наверняка поможет ему в этом Смолин Давно строит этот поселок Начал когда еще работал Директором Юго-западных энергосетей Читинской области Строил микрорайон Энергетиков И детские сады И жилые дома И спортивные площадки Был мобилен Динамичен Скажем Увидел на снимке В известиях Магазин в Нарафаминске Понравился ему Его товарищам Тут же послал В командировку людей За проект И построил такой же Вот этот магазин Построили быстро Дешево Из материалов Собранных на других стройках После завершения там работ Как председатель райисполкома Смолин начал вроде бы с простого Прежде всего решил очистить поселок от грязи Вышел с метлой на улицу И за ним потянулись люди Кто с ухмылкой недоверия Кто пожимая плечами Но оказалось Что в чистом городе Захотелось иной жизни Люди Иными глазами Посмотрели на поселок Почувствовали его своим Не местом проживания А домом Воскресенье Смолина частенько Можно застать на пилораме Воспитывает земляков На личном примере Не без того Но главное для него Навести порядок В собственном доме И он его наводит Несмотря на неверие одних Непонимание других И даже подозрительность третьих Нет у нас Самостоятельности нет Наверное же Председатель Располкома Не должен Ложиться Так сказать В постель И думать Что он станет К нему предъявят претензии Прокурор Или судья К нему предъявят претензии За то что там Что-то сделано Так сказать Народный контролер К нему предъявят Но я как-то считал Что порядка Около 20 организаций Еще так сказать Стоят над исполкомом Который контролирует Они ничем не помогают Не помогают Задача-то наша Чтобы каким-то образом Не только прикрыть То или иное Хорошее начинание А именно помочь Его внедрить дальше Все же райисполком Он видит Это так сказать На месте Что искалеченная земля Это земля района Что бюджет Который значит Подорванный Это тоже бюджет района Вот И мне бы казалось Так сказать Больше бы полноты Надо дать нам возможности Чтобы вот этими Вопросами заниматься Мы сейчас много критикуем Руководителей Но нам не надо забывать Что перестройку Сейчас ведут руководители И хозяйственные И руководители Партийных Советских органов И надо это тоже Очень четко понимать Что надо и критиковать Но надо в тех людях Которые сегодня Значит ведут эту перестройку Рабочих коллективов Хорсами рабочие Руководители предприятий Надо отдавать им должное Потому что все мы вообще Живем в трудное время И когда мы говорим Что Так у нас Может быть как-то Что надо и беречь людей И Как-то бережнее Относиться К друг другу Значит Одно перед другом И не противоречит Время жесткое Оно сейчас жестко спрашивает Но люди остаются людьми Надежда Мой компас земной А удача Как радость Смелость От песни Домой на одной Что только о доме Вне верилось Надежда Мой компас земной А удача Как радость Смелость От песни домой на одной Чтоб только огонь не делась Сплошь и рядом все призывают перестройки А народу реально спрашивает, а что должно в результате этой перестройки получиться? Как должен выглядеть этот перестроенный мир? Старая система в сущности к чему сводилась? К тому, что ничего не надо было делать, ни за что не надо было отвечать И при этом был гарантирован определенный жизненный минимум, определенный жизненный уровень Плюс всеобщее это несуны и так далее То есть все как-то устраивались и все жили А сегодня действительно нужно брать на себя Сегодня действительно нужно отвечать и зарабатывать конкуренцию Сегодня еще не нужно отвечать Или мы к этому движемся? В то же время человек, живущий, ну скажем, потреблением культуры в значительной степени Он уже получил от перестройки достаточно много Достаточно почитать толстые журналы Появилось что смотреть в кино Несопоставимо выросло телевидение Газетного бума не было много десятилетий Несомненно, на 15 миллионов увеличился тираж газет за этот год Это же колоссальный сдвиг Сдвиг произошел не только в сфере культурной жизни Мы всегда много строили Но никогда перед нами не стояла такая грандиозная задача К 2000 году обеспечить всех отдельными квартирами Немалая роль в этой программе отведена молодежно-жилищным комплексам Они трудно пробивали себе дорогу И только перестройка расставила все по местам МЖК Это своеобразные жилищные коммуны Это действенный путь преодоления некоммуникабельности Создание гибких социальных программ И даже решение вопросов демографии Представьте, например, что весь подъезд вашего многоквартирного дома Собрался вот так поздравить вас с рождением ребенка И разделить горечь утраты И вы поймете, что будущее наших городов здесь А не за наглухо закрытыми дверями квартир Первые месяцы МЖК я могу сравнить только со службой в армии Тяжело было, но интересно Тяжело было, действительно Вот ходили, мечтали, что на этом месте будет дом Потом дом построили Но отдали дом под общежитие На свободники-то вместе ходили Первый-то год и я в основном ходил А второй год уже, в 1984 году вместе ходили Наташа и я Она как музыкант, художественная медитация Сфила МЖК Вот я уже пять лет на станции работаю Еще бы четыре года мне пришлось ждать квартиру Мне может быть пораньше бы немножко дали Но ты на очереди не стояла Ну так я и не вставала, потому что мы у МЖКа были Может быть и получили Рождаемость-то большая, в общем-то, здесь у нашего МЖКа И всем хочется, чтобы семьи были большие А нужны эти условия, прежде всего, для их воспитания Поэтому мне кажется, вот в идеале Вот для меня лично Чтобы были такие небольшие домики Там пусть двухэтаж, ну как в Рибалтске Вот так слышно, там, краем Либо хатаж Да Чтобы был прижаденный участок Какой-то там дворик небольшой для ребяток Площадочка Двое другое Ты уже предлагаешь в деревню ехать С этого же сетей Почему? Нет, он это делал, чтобы с удобствами Ну пригородная зона, значит, пригородная зона просто А что, наша Добрянка Город небольшой? Такой же большой городок, конечно Ну вырастет Вырастет, конечно Продолжение следует... Город – живой организм. Но сколько живых, но не живучих городов есть в нашем Советском Союзе? И как сделать, чтобы они стали живые, красивые, людям нравились? Это кажется очень просто. Дать каждому человеку почувствовать, что он гражданин, что он хозяин города. Это трудная очень задача. Ведь человеку, который все время не считал себя хозяином, вдруг почувствовал себя хозяином. А вот для этого нужна смелость. Вот недалеко нашего города есть интересное место, так называемая Крестовая гора. Израиль – люди, когда бывают какие-то беды, носят кресты. Но в свое время, я бы назвал времена бульдозренного атеизма, несколько раз там пробовали даже сносить. Ну что из этого вышло? Ничего. Вот явление, которое есть, которое существует, и мне, как художнику, это опять очень интересно. Я там вижу методику создания живого ансамбля. Ведь каждый человек со своим понятием вкуса, со своим понятием красоты, со своим ремесленничным талантом, что ли, создают общую одуховотворенную среду. Вот как раз ту среду, которую и мы должны, создавая облик социалистического города, считать своей целью. Тогда наши города будут и красивые, и современные, живучие, и свои. Это самое главное. Свой город, в котором тебе все мило и дорого. В судьбе Шауляя немало трагических страниц. Почти на две трети он был разрушен в Первую мировую войну. Почти дотла во Вторую. И вот возник новый город, в котором долгое время главным было только одно – дать крышу над головой. Потом люди поняли, что жить в сером, силикатном городе плохо, неуютно, что нельзя его не любить, не считать своим. И стали искать решения. И вот этот опыт, который, ну, украшения города, вот выходит таким образом на улицу. Ну и найдите более теплую форму наглядной агитации. То, что ты сделал с малых лет, это твое. Государство – это ты. Никто тебе не даст. Не из любого кармана. Деньги. Если разбил лампочку, значит придется из каких-то, ну, вкрутить новую. И не сделаем другие хорошие вещи. Вот таким образом получается очень хорошая школа. Это глубокая школа, ну, патриотизма, ну, любви к родину. Я не имею представления, как можно, ну, лучше найти этого. Это как будто камушки в эстетической, ну, среде, мозаики города. Кому-то может показаться, что здесь всего этого легче было добиться. Проще. Мы, мол, тоже хотели, но нам не дали или дали по рукам. Было. Бывало. Но всегда. И теперь, даже в период перестройки, все это просто не дается. Надо преодолеть инерцию застоя. Костность. Духовную лень. И нам важно, что в этой борьбе обретается чувство собственного достоинства. Иной взгляд на жизнь. На себя самого. СОЛЬНЫЙ ЗВОНОК КОСОВ Вот эти деревья, ровесники той скульптуры, которая здесь стоит, Пушкин. Во время войны один из жителей дома, который стоит, во дворе, который стоит этот памятник, увидел выброшенные ящики и увидел голову Пушкина. И на санках они привезли сюда разобранную скульптуру, как могли, самодетельно, без художников собрали, поставили. И вот 40 лет он здесь стоит. И люди, которые жили в этом доме, к сожалению, сейчас дом пустой, охраняли его. Вот видите, ничего не отбито. Он немножко перекрашен, потому что каждый год его подновляли. Мы древний город и, наверное, все свое очень любим. Российское. За плечами Ярославля чуть ли не тысячелетняя история. В таких городах, в отличие от новых, проблем еще больше. Как сочетать развитие промышленности и сохранение памятников прошлого? Современное градостроительство с тем, что было построено нашими предками. То, что долгое время мы словно не замечали всех этих проблем, не обернулось ли это для нас нравственными потерями? Надо же сказать жителям города, в какой пятилетке они будут дышать нормальным воздухом. Что, с вас мало требуют? Что, с вас к вам, так сказать, не предъявляют должных требований? Или вы их просто не выполняете? В чем тут? Я не могу так сказать, что мало требуют. Меня штрафовали лично, административная комиссия за упущение. Они есть. Но одну проблему я должен, Владимир Владимирович, все-таки заострить. Поскольку вопрос зашел о том, что аварийность бывает, да, она бывает. Это предприятие сложное. Но вы поймите, что вот обидно становится за предприятие, на котором проработаешь 25 лет, отдашь лучшие свои годы, а у нас тысячи людей, которые так вот. Ведь это детище целой области, нашей всей партийной организации области, завод, будем так говорить. И вдруг его называют природопоражающий, огнедышащий дракон. Проехать можно, посмотреть. Он сегодня утопает в зелени, этот дракон. Утопает он в зелени. А выбросы-то идут на город. И не только в округе завода, а на десятки километров, понимаете? Все это есть. Городской совет вот с вами, так сказать, сражается, требует. А результат это, смотрите, сколько вы на производственной сфере осваиваете, и сколько вы на природоохранных мероприятиях. Два процента. И говорить много. Говорить ничего не надо. Мы перестраиваемся, Александр Иванович. Да нет. Я уже об этом говорю. Прежде всего, вы много говорили сегодня о перестройке. А вот сами вы, лично, еще как главный инженер, не перестроились. Это очень важно. Другая еще проблема. Два с половиной миллиона затратили на реконструкцию факельного хозяйства, а факелы как коптили, так и продолжает коптить Александр Иванович. Особенно в вечерние и в выходные. Догнали они выравнились, а один другой стали одинаково. Если бы было какое-то время меньше, сейчас оба опять одинаково стали. Два с половиной миллиона улетели. Есть над чем работать. Всем. Вы все, конечно, помните крылатую фразу «Не надо ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». Кто в ту пору думал, что придет время, когда необходимо будет возвращать взятое? Это оказалось гораздо сложнее. И как хорошо, что сегодня для нас важен не план любой ценой, а какую цену мы платим за этот план. Время перемен заставило очень многих людей решительно высказать то, что тревожило их долгие годы. Совсем молодые дома по 25 лет требуют капитального ремонта. А эти простояли 70 лет без ремонта. И сейчас стоят и радуют нас. Понимаете, в чем дело? Из-за этого их обретли на гибель. Да, из-за этого их обретли на гибель. А я считаю, что те люди, которые не ремонтировали эти дома, они преступники. Значит, куда-то средства государство выделяло на ремонт этих домов, куда-то они ушли. Надо покопаться. Как сейчас везде мы начинаем анализировать свои поступки в прошлых лет. И ни одного дворца пионеров, ни одной детско-технической станции новой. Понимаете? У нас подвальная система появилась для детей. Это же страшное явление в стране. Разве можно детский клуб упихать в подвал? Это же преступление. Понимаете, в чем дело? Мы не такие нищие. Наша страна богатая. Только надо направить это богатство по правильному руслу. А потом мы говорим, проблемы отцов и детей и прочее, прочее, прочее. Это все ерунда. Детям нужно относиться по-человечески. Вот. И тогда будет все нормально. Строить для детей. И вот как раз в этих районах. Я вам скажу такую историю. У нас вот здесь есть первый дворец Ярославля. В самые голодные годы, в 30-е годы, когда стране было очень тяжело, город отдал лучший дом в городе. Лучший дом. Пригласил лучших художников страны. Понимаете? Сделал капитальный социальный ремонт. Там ни одного кирпича не было сделано так. Сам дом наглядно детаться. И вот оттуда дети ушли на войну. Они действительно собираются в подвалах. Так называемая неформальная группа. Одних объединяет любовь к тяжелому року, металисты. Других бешеные, издано на мотоциклах, без глушителей, рокеры. Есть еще панки, люберы. Есть объединение бардов. Всех и не перечислишь. Но собираются они в подвалах не потому, что не хватает домов культуры, клубов, дворцов. Те сплошь и рядом пустуют. Скучно там, тоскливо. Жизни нет. Формализм и молодость несовместимы. А в нашем молодежном движении, к сожалению, хватало и бюрократии, и формализма. В период благодушия и равнодушия их старались не замечать. Поэт сказал, в правде грязи нет. И вот для нашего общества сейчас главным оказалась правда. Умение говорить с молодыми, чтобы они не только слушали, но и слышали, дано не всем. Но, пожалуй, именно это должно быть сегодня основным в комсомольской работе. А ни тепла, ни света. Хоть молись, хоть греши, хоть плачь, хоть пляши. Полетели гроши от размененной души. Хоть молись, хоть греши, хоть плачь, хоть пляши. Полетели гроши от размененной души. Видите, если говорить о молодежных группах, то я бы сказал так. Ведь даже в мое время, вот в Барнауле, в Сибири, где я родился и вырос, существовали разные группы молодежи. Не надо думать, что только сейчас они появились. Кроме того, эти группы существовали и пять лет назад, понимаете, у нас в стране. Но они находились на каком-то, ну, полуподпольном, полуподвальном, так сказать, уровне. Развитие гласности у нас в стране привело к тому, что эти группы были обнаружены, замечены, появились в печати, на экране телевидения. И это очень хорошо, потому что мы должны знать свое общество больше. Мы должны знать его лучше. И мы должны привыкнуть к тому, что существует огромное разнообразие точек зрения по самым различным вопросам. И главное здесь, это избавиться от паутины принуждения, от попыток в условиях демократии или без демократии навязывать какую-то свою точку зрения и считать, что она единственно правомочная, она единственно может существовать. В последнем номере «Нового мира» появился котлован Платонова. И 57 лет не мог был вот так вот быть опубликован, напечатан. И слишком остро, слишком криво, слишком прямо, не туда зовет, призывает назад, что это такое. То есть именно находилось много людей, которые своим мнением просто закрывали. Все это правильно. Понимаете? И поэтому, когда вы сейчас говорите, я считаю, что это все истина, не истина, должны существовать и развиваться параллельно. Это не искусство, и это не современно. Потому что действительно у нас зажимали такие вещи, которые никакой не опасности. Ничего не представляли, их просто зажимали непонятно почему. Так вот, что я хочу сказать. Они никого не представляли. Ну понятно, почему не представляли. Подождите. Одну секундочку. Что я хочу сказать. Я считаю, что доктор Живагни намного там сильнее, чем, например, прохождение по мукам. Одна и та же эпоха. Но почему-то там буквально за какие-то два-три его... Так вы что хотите сказать? Нет, конечно. Это искусство не пускает. А теперь вдруг она. Ничего подобного. Ничего подобного. Этого я сказать не хочу. Я хочу сказать другое. Наконец наступил такой момент. И слава богу, что мы можем это показать. И мы можем с вами вот так поспорить и поговорить. И если через год и через два года на эту выставку никто не придет, это будет просто наша вина. Сейчас впервые за многие годы молодые художники, артисты, архитекторы получили возможность встретиться со зрителем и не полулегально, а открыто в лучших выставочных залах на профессиональных сценах. Услышать и нелицеприятную критику, и сорвать аплодисменты. И все же главным теперь оказалась не столько художественная ценность, сколько человеческая. Позиция. Ее выбор. Во всем случае, да, регионально, конечно. Конечно. Не точно. У нас просто очень талантливая пластика. Не, молодцы, они очень талантливые ребята. Ни содержание, ни мастерство. Ну, это... И мастерство, и содержание. Великолепная пластика. Что-то новое. Чепухат. Это чепухат. Да нет, кто понял, нормально. Существует архитектура современная, которая в целом нас не удовлетворяет. Общепризнанно, что она серая, что она неинтересная, что она однообразная и прочее, прочее. Мне очень хотелось увидеть у молодых архитекторов, не скалеченных теми условиями, в которые попали мы, что они могут дать архитектуре, что они, ну, наверное, кто-то там есть, кто родит что-то. А я смотрю, здесь очень много анекдотов. Анекдоты есть. А вот, ну, вот облака висят. Ну, да, ну, висят. Ну, вот кто-то пошутил, сострил. А кроме острословия я нашел очень немного. И у меня есть чувство досады. Я хочу, чтобы таких выставок было больше. Пусть они будут правильные, неправильные. Это уже решат сами профессионалы. Но нужно, чтобы люди шли и знали, что это есть. И чтобы они сами участвовали в обсуждении этих выставок. Чтобы они сами, ну, не диктовали, но хотя бы высказывали свои пожелания, какой бы они хотели видеть город, среду. Да, изменился за последнее время облик наших городов. Может, точнее, не сам облик, А воздух, что ли, атмосфера стала иной. Мы как-то заинтересованнее начали поглядывать друг на друга. И на самих себя, а не только на рисунках, которые с охотой делают художники на Арбате. Все неоднозначно. Одним нравятся и художники на улицах, и то, что жизнь здесь бьет через край. И эти лихие танцоры... А местные арбатские вздыхают. Все это им кажется излишне показушно, шумно, крикливо. Но если бы раньше они написали бы жалобу, то сегодня действует иначе. Расчистили дороги и подвалы. Организовали своеобразный центр, который назвали «Наш Арбат». Тоже своего рода коммуна. Возникает жажда общения. Уже не безразлично, кто наши соседи по дому. И когда выясняется, что у одинокого человека сегодня день рождения, кто-то покупает ему цветы, кто-то печет пирог, чтобы вместе посидеть за чашкой чая, пошутить, поговорить, потанцевать в домовом кафе, которое создали сами. Все это может показаться мелким, несущественным в период подлинных революционных преобразований, происходящих в стране. Но все это их часть. Мы начинаем, только начинаем жить по-другому, определяя по-новому отношения между людьми, отношения личности к обществу, к государству, к труду, к близким. Мы сделали свой выбор. И другого пути у нас нет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ